Республика Казахстан – главный торговый партнер Алтайского края. Это на встрече отмечали буквально все. По итогам 2017 года товарооборот между нами составил 422 миллиона долларов. И это на 55% больше, чем в 2016. Казахстан сегодня закупает наши все сельхозмашины, почвообрабатывающие практически всю линейку, плюс посевные комплексы Алтайского края. В ближайших наших планах поставлять в Казахстан эмбрионы сельхожживотных и продукцию лесного хозяйства. Делать прогнозы относительно товарооборота на 2018-й сенаторы пока не решились, но предположили, что при нынешних темпах сотрудничества он как минимум вырастет еще на 10%. Правда, дальнейший рост станет возможным, если наше государство совместно устранят ряд препятствий, мешающих взаимодействию. В первую очередь нуждается в развитии дорожная сеть Алтайского края. Мы большую работу сейчас ведем с федеральными министерствами правительства России по включению автомобильной дороги от Барнаула до Кулунды, передачей ее на федеральный уровень. Если это состоится, то у нас эти дороги будут, это появится еще одна федеральная трасса, она будет отремонтирована. Это, уверены сенаторы, поможет увеличить и турпоток между нашими регионами. Обе стороны отметили еще одну серьезную проблему. На российско-казахстанской границе, общей длиной более 800 километров, катастрофически не хватает пограничных переходов. Он где-то живет, ему там 5 километров до своих родственников за границей дойти, так сказать, из Казахстана в Россию. А он вынужден делать крюк, может быть, 90-100 километров, для того, чтобы пойти в этот выгодный для пограничников переход. Члены российско-казахстанской комиссии пообещали подготовить предложение по постройке новых переходов. Они уверены, это также позволит увеличить туристический поток и эффективность обмена грузами. Это и ряд других предложений, в частности, по упрощению налогообложения для туристических организаций, будут собраны в пакет документов. Его планируют подготовить специально ко встрече между президентами России и Казахстана, которая пройдет уже в ноябре текущего года. Илья Кочетков, Александр Андропов. Наши новости.